МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни машин, ни денег. В советском районном суде идет процесс по скандальному делу АЗР Моторс. Много фактов не бывает. Самарская газета запустила цикл лекций о Куйбышеве в годы войны. Аэрофлот сообщает о задержке одного и отмене двух рейсов из Шереметьево в Самару и обратно. Изменения графика вылета представители авиакомпании объяснили неблагоприятными погодными условиями. В частности, задерживается рейс Шереметьево-Самара. Он прибудет не 10 ноября в 22.00, а 11 числа в 22.35 по московскому времени. Кроме этого, на период с 10 по 11 ноября отменили рейс Шереметьево-Самара-Шереметьево. Он должен был вылететь в 8.00 и прибыть в 10.45 по Москве. Также в эти два дня отменяют рейс из Самары в Шереметьево. Напомним, во вторник, 8 ноября, погодные условия также стали причиной позднего прибытия в Самару нескольких самолетов. В этот день задержались 10 авиарейсов. При этом сам аэропорт Курумыч работает в штатном режиме. Обещанного три года ждут. В советском районном суде Самары рассматривается уголовное дело учредителя и гендиректора фирмы АЗР Моторс Владимира Калинченко. Еще в 2014 году его компания собрала деньги с покупателей машин, но автомобилей они так и не дождались. Сегодня суд выслушал версию потерпевших. Олег Зверев тоже изучил материалы. Заплатил деньги в полном объеме. Потом сказали, что какими-то финансовыми затруднениями вашего автомобиля не будет. И таких историй больше сотни. Заплатили первоначальный взнос, взяли кредит, а в итоге ни машина, ни денег. Дмитрий Корнеев один из тех, кому уже удалось вернуть вложенное. Но еще десятки клиентов АЗР Моторс Самара вынуждены обивать пороги. Еще в 2014 году официальный дилер Рено заключил с ними договоры на продажу автомобилей, которых так и нет. И вот бывший генеральный директор компании Владимир Калинченко на скамье подсудимых. Сегодня суд допросил потерпевших. По словам адвоката, виной всему кризис, который нарушил привычный ход, в общем-то, честного и стабильного бизнеса. Вы вспомните 2014 год. Это кризис в России. Это курс долларов в два раза. Это закрытие автосалона. Я не говорю других предприятий. Это банкротство автосалонов. Падение продажи автомашин на 60%. Вот и вся эта лагина произошла. Уголовное дело против Владимира Калинченко насчитывает 108 эпизодов. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. По словам адвоката, его подзащитный уже погасил часть долга перед покупателями и собирался полностью расплатиться. Но имущество компании арестовали, как и самого Калинченко. Впрочем, потерпевшие в лаги намерений экс-руководители фирмы не верят. Он выглядит сейчас здоров, полон сил. В возмещениях потерпевшим, которым говорят, его уже пятый адвокат, никаких возмещений от него не будет, как и не было. Он себя, в принципе, виновным не признает и не раскаивается с содеянным. По закону Калинченко грозит до 10 лет лишения свободы. Своей вины он не признает. Несмотря на все доводы защиты, действия Калинченко квалифицируются по статье мошенничества в особо крупном размере. Я не вижу, не усмотрела в рамках изучения уголовного дела того факта, что машины задерживались как-то по причинам, независимым от подсудимого, от Калинченко в частности. Машины людьми проплачивались. А деньги в РНО России, в Москву, не уходили. Поэтому машины не то, что они где-то задерживались, а машины просто не поставлялись. Они уходили в другие регионы. Еще одно обстоятельство непользы у Владимира Калинченко документы на часть машин были заложены в банке. Тем не менее, ВЗР Моторс Самара заключали договоры на продажу этих автомобилей. Обвиняют Калинченко и в растрате имущества компании. По данным следствия, он взял из кассы 9 миллионов рублей. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. В Самаре отметили День полиции. Утро сотрудники внутренних дел встретили у Вечного огня на улице Куйбышева. Там они почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. А потом начальник главка Сергей Солодовников наградил лучших полицейских медалями и внеочередными званиями. Сергей Кизоркин расскажет, легко ли в Самарской области сохранять закон и порядок. Советская милиция, российская полиция. Название поменялось, суть осталась. Свой профессиональный праздник сотрудники МВД начинают отмечать по сложившейся традиции здесь. На Куйбышево, 42, у мемориала погибшим полицейским. Церемония скромная. Возложение цветов, короткая молитва в часовне. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Татьяна Гусева на службе в полиции уже больше 20 лет. Решила уйти на заслуженный отдых. Начальник областной полиции Сергей Солодовников попросил остаться. И в профессиональный праздник за отличную службу в торжественной обстановке в управлении МВД присвоил командиру конной полиции Тольятти внеочередное звание – майор. Татьяна Гусева решила еще послужить родине. Правда, на работу приходится ездить из Самары. Начинала почти с истоков. Много лошадей у нас стало. Хороший личный состав. Можно, конечно, работать. Но то, что дорога занимает много времени, тяжеловато. Но если уже пообещала генералу остаться, придется остаться. Самарская полиция стала ближе к народу. Так считает ее начальник Сергей Солодовников. На церемонии награждения лучших сотрудников он отметил медалями и поблагодарил своих подчиненных за то, что патрули и дружинники – уже норма жизни на городских улицах. И как следствие, криминала за последние два года стало меньше в среднем на 10%. А раскрываемость преступлений возросла. Из 10 случаев 7 заканчиваются уголовными делами. Праздник День полиции продолжился в филармонии. На концерт приглашены сотрудники вместе с семьями. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравила губернатор Самарской области Николай Меркушкин, поблагодарив их за мужество, самоотверженность, инициативу и профессионализм. Сегодня от эффективной работы полиции во многом зависит реализация планов правительства по обеспечению безопасности жителей и дальнейшему развитию губернии. Уверен, глава региона отмечает, что многие сотрудники полиции «прошли через горячие точки, где рискуя здоровью и жизнью, защищали интересы государства. Свои лучшие качества они проявляют и в повседневной службе». Конец цитаты. Граждане России теперь официально школьникам советского района Самара вручили их первые паспорта. На торжественную церемонию пригласили тех, кто отличился в учебе, спорте и творчестве. Эмоции детей и их родителей в репортаже Валерии Макаровой. В октябре восьмиклассница Настя Ковригина отметила свой 14-й день рождения, а сегодня сделала еще один шаг во взрослую жизнь – получила паспорт. Она оказалась среди лучших учеников школ советского района Самары. Здесь отличники и победители олимпиад, спортсмены и музыканты. «Я хожу в музыкальную школу, учусь, вокалом занимаюсь и хожу на дополнительные, то есть альфеджио, музыкальные териатуры. На много конкурсов ездила, выступала». Таким талантливым и активным школьникам паспорта вручают торжественно. Это уже традиционная для советского района акция «Ты гражданин России». «В этом году у нас уже вторая акция, мы вручали накануне памятное Дня Победы, там с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. Ну а здесь вот мы решили приурочить это к памятной даче, это парад памяти, который у нас прошел буквально недавно, 7 ноября». 21 школьник сегодня получил официальный документ гражданина России. Волнительный момент и для родителей, ведь дети стали взрослее. Валерия Макаров, Константин Головин, События. Первым делом самолета становление Куйбышева как промышленного центра начиналось с авиационных заводов. Андрей Горгуленко стал одним из слушателей традиционных исторических лекций. в «Самарской газете» и узнал, кто стоял у истоков индустриализации Куйбышева. 6 августа 1940 года принимается решение о строительстве крупного авиационного узла. Куйбышев был не только космической столицей СССР, но и авиационной. И получить этот статус позволило активное строительство заводов в 40-е годы прошлого века на Беземянке. Тогда это даже сделал город объектом номенкулатурных споров. Нарком авиационной промышленности пытался перевести в свою структуру особостроя, это управление особостроительства НКВД, вот собственно из наркомата внутренних дел в наркомат авиационной промышленности. И возник такой конфликт между двумя известными государственными деятелями, между Шахурином, наркомом авиационной промышленности, и Берией, который был наркомом внутренних дел. Во время войны в Куйбышеве строили и оборонные объекты, аэродромы и знаменитый бункер Сталина. Большую роль в возведении промышленных объектов сыграли заключенные и военно-пленные. Тема довоенного Куйбышева очень интересна. Мы знаем, у нас есть тема «Запасная столица». А как к этому город наш шел, это очень интересно. Какими силами и для чего здесь были построены заводы, почему строительство началось до Великой Отечественной войны, а не во время. Ответы на свои вопросы многочисленные любители самарской истории получили. А значит, можно готовиться к инспектированию следующих лекций. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее, коротко о других темах дня. В Самарской области полицейские поймали юношу с полутора килограммами тротила. Это произошло в Чапаевске. Как рассказали силовики, у мужчин обнаружили желтоватое кристаллическое вещество, как позже подтвердили эксперты. Это тротил. Как рассказал сам подозреваемый, тротил он нашел в заброшенном здании. Молодой человек уже был ранее судим. Срок перекрытия улицы Демократической в Самаре продлен. Это связано с реконструкцией Ташкентской. Ранее планировалось, что магистраль закроют на три ночи, но этого времени рабочим не хватает. Дорога будет закрыта ночью с 9 ноября по 12. Безработный самарец пытался нажиться на чужом горе. Он выманил у соседки 11 тысяч рублей за хранение тела ее отца в морге. И даже выписал от имени больницы фиктивный чек. Возбуждено уголовное дело, ущерб возмещен. В следующие три года в Самаре не будет новых масштабных строек. Деньги будут выделять лишь на наиболее приоритетные направления. Основные средства Минстрой даст на подготовку проведения чемпионата мира по футболу, на строительство инфраструктурных объектов в Тольятти, программу переселения граждан из аварийного жилья и расходы на проектирование и строительство метрополитена, а именно на достройку станции метро «Алабинская». В трехлетний период будет закончена реконструкция Самарта и реставрация здания дореволюционного ресторана «Аквариум» на Самарской. В Самаре виолончелист с мировым именем Александр Бузлов сыграет у вертюру Бетховена. В субботу, 12 ноября, в 18.30, в Самарской филармонии он даст концерт. Лауреат престижного международного конкурса имени Чайковского выступит с Академическим симфоническим оркестром под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. Зубы – единственный человеческий орган, который дается природой дважды. Стоматологи со всей России приехали в Самару на ежегодную выставку «Дентал-экспо». Чем она полезна для профессионалов и пациентов, узнала Марианна Мирная. Зубные вопросы бурно обсуждаются возле специфических стендов. Здесь протезы, хирургические инструменты, новейшие материалы для имплантации. Самара признанный лидер в области стоматологии. Самарский регион является одним из базовых в вопросах стоматологии как в научной сфере, так и в сфере внедрения технологий и бизнеса в чистом виде. На выставке «Дентал-экспо» уже в 19-й раз стоматологи собираются в Поволжье, чтобы обменяться опытом, продемонстрировать новинки. Он превращается не столько в выставку, сколько в форум. Это настоящий форум трехдневный, где по-настоящему врачи, студенты, заинтересованные уже сразу потрогать руками в инновационный продукт. У стоматологов вот это общение, оно настолько регулярно. А в этом году он посвящен, он с международным участием в форуме и посвящен 50-летию стоматологического образования нашего университета. Выставка форум продлится три дня. За это время специалисты отрасли смогут обзавестись новыми партнерскими отношениями и познакомиться с новинками в области стоматологии. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. 91-го отдельная бригада получила почетное звание Александровская. Миноборона увековечила память о гусарах, которые отправились из Самары на фронты Первой мировой. Поехали наводить порядок. Сотрудники Росреестра напомнили хозяевам кафе на Алма-Атинской про земельное право. Сталинка на Новосадовое заиграла новыми красками, суперпрочными. Подрядчик на капремонте решил не экономить. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова